Мукам кароти вачалампан горлангэйтэй гиримет, крипатамахамбандэй шригуру динатарна. По милости духовного учителя хромой может перейти город, слепо видеть звезды, а немой стать оратором. Дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыле ваших лотосных стоп. Слава вашему служению в миссии Господа считания. В этот благоприятный день вашего явления хочу выразить огромную благодарность за то, что вы изменили мою жизнь и ведете меня, указывая мне высшую цель. Вы пришли в мою жизнь через ваши драгоценные книги. Источник вечного наслаждения оказался для меня очень значимой книгой, поначалу непонятной, порой сказочной, но очень притягательной. Каждый вечер я читала по одной истории со сложными словами и незнакомыми именами, но это было очищающе. Что, когда подошла к девяностым главам, лихорадочно думала, что же я дальше буду читать, и начала искать преданных. И по вашей милости это случилось. Дорогой Шрила Прабхупада, вы не с этого мира. Вы пришли в этот материальный мир по просьбе Шри Кришны написать книги и спасти обусловленные страдающие души. В одной своей лекции вы сказали, подобно тому, как в доме есть разные по предназначению комнаты, гостиная, кухня, спальня, так и материальный мир – это туалет в большом вселенском создании. Когда мы осознаем это, у нас возникнет желание перейти в другие комнаты и жить естественной для нас жизнью, занятой любовным служением и большой семье Кришны. И это становится очевидным и понятным благодаря вашему посланию. Дорогой Шрила Прабхупада, ваша преданность Гуру и умение бесстрашно предаваться восхищает. Вы очень хорошо умеете взаимодействовать с различными людьми разными способами, и всем было удобно и комфортно общаться с вами. При этом люди чувствовали, что могут принять у вас прибежище. Почему? Почему в вашем присутствии люди чувствовали, что они приняли прибежище? Потому что вы сами приняли прибежище у Кришны. Вы чувствовали себя комфортно и были удовлетворены. А те, кто общался с вами, также чувствовали себя комфортно и тоже были удовлетворены. Молюсь у ваших стоп, чтобы вы всегда иметь возможность общения с вами и служить с любовью, следуя вашим наставлениям. Вы приводите прекрасную аналогию. Зерно, которое находится ближе к центру мельницы, не перемалывается. Так и мы, если мы принимаем прибежище у Кришны, то материальный мир нас не перемелет в своих жерновах. Вы всегда, общаясь с разными людьми, имеете для них ясное и четкое послание. Вы даете им образ жизни, программу развития сознания Бога. Вы ясно видите цель и показываете ее другим. Вы искусно представляете сознание Кришны, проповедуете в любой аудитории. В одной беседе вы предлагаете ученикам назвать любую проблему, которая есть в материальном мире. И вы с легкостью разбиваете их и показываете решение проблем духовным способом. Шамадбхагаватам 1, 2, 5 в комментарии вы говорите, человек должен изучить Шамадбхагаватам и прийти к всестороннему решению всех социальных, политических и религиозных проблем. Вы своей жизнью это делали. Когда вы были маленьким, папа приглашал в садху домой и просил у них благословения, чтобы вы стали слугой Шамаддхирадарани. В 1968 году все это вы описываете. Подобно тому, что есть телевизор, передающий сигналы, есть и трансцендентное телевидение. Этот телевизор в нашем сердце. Его нужно только починить, протереть экран, заменить детали, выбросить ненужные, чтобы мы могли видеть и слушать трансляцию с духовного мира, видеть, ощущать и служить в настоящей реальности. Дорого всего правопада, огромное спасибо за ваш подвиг для всего человечества, за ваше мягкое и сострадательное сердце. Позвольте, пожалуйста, всегда иметь общение с вами. И мне очень хочется быть полезным вам в служении Шище Радамадове, пытающейся стать слугой слуги Расалила передать. Продолжение следует...